С утречком, с утречком всех, ну что, смотрю, у меня написано сегодня, короче, солнце, очаровательная погода, всё замечательно, не единого облачка, и вот сзади меня, это у меня ещё чернее и синее, чем у вас, на меня надвигается просто синющее, синющее, ну мало того, что солнца вообще нету, потому что, ну вот, сплошняком, сплошняком всё серо. Поэтому не знаю сегодня, какую погоду ожидать, потому что ожидала солнце, повытаскивала всё на улицу, в общем, ой, ещё тот денёчек предстоит. Так, не знаю, что, сейчас буду хвататься за всё подряд, потому что к бабуле сегодня вечером, а сегодня нужно у себя поделать дела, а дела уже все запущенные во всех местах, поэтому просто буду всё подряд, что в голову придёт. Вот ещё один сюрприз бабули, это я бальзаминчики, как по-старому, Ваньки мокрые, короче, вырастила, эта бабушка приехала, у неё цветов-то нету после зимы. Вот, сейчас это первый розовенький распустился из смеси сортов, где-то должен быть ещё красивый коралловый и красный. Вот, распустятся и потом, если не забуду, покажу. Красивые должны быть, шапочками должны цвести, и всё лето теперь до зимы. Какая-то я вовремя приехала, видите, я думала, уже спахана, а сейчас будет только пахать. Ой, прямо красота, да, он прямо асфальт, у нас айти какая штука. Ой-ой-ой. Вот мужчина молодец какой, цветочки нам не задел, но ему полочки поставили. Так что у нас всё... Ой, как здорово! Ой, как здорово! Бабуля у нас всегда наблюдает за процессом. Каждый год обязательный процесс. Эта бабуля недовольна, говорит, не понимает, зачем снимают. Я говорю, бабушка, кто-то будет смотреть, как в России, в деревне живут старые бабушки, которым 94 года. Вот, и там колышек с цветочком. Сейчас Светонька накомандует, чтобы у нас там цветочки не затоптали. Ой, вообще, ещё бы, конечно, вот сорняки, которые перекапываются, если бы они в усмерть от этого умирали. Вот это было бы классно. А так они, к сожалению, да. У нас не прополото перед спашкой. Ну, получается красиво, мне нравится. Прямо асфальт. Прямо асфальт. Мне бы тоже сейчас кто-нибудь проехался бы так по огороду. Ну, я, разумеется, там, где у меня картофельник, он у меня весь окружён цветниками многолетними. Туда не проедет никогда и ничто. Так что, скорее всего, если я надумаю, когда-нибудь всё-таки картошку сажать, придётся там, если уж совсем пахать, то мотоблоком. Ну, скорее всего, не буду пахать. Никогда. Ой, как мне нравится. Такой маленький тракторик вообще. Я думала, такой гигантский. Я думаю, как он сюда заедет. А этот такой малыш, такой дамский. Дамский такой тракторик вообще. С такими крутилочками маленькими. Ой, я бы желаю, тоже хочу такой тракторик. Он прямо женский. Вот как моя маленькая пила. Красотища. Ой, ну что, теперь бабуля нас будет командовать, чтобы мы картошку уже сажали. Неважно, что мы только что лёд из-под столба выковыривали. Сажайте, раз все соседи посадили, нам пора. Она ещё не знает про сюрприз. Сейчас придёт, увидит цветочки, тоже обрадуется. Ещё я сегодня медовичок делала. Так что тоже. Сейчас сядем все чай пить. И порадуемся. Задобрим бабулю, потому что бабуля будет ворчать. Вот, бабуля у нас всегда найдёт что-нибудь поворчать. Поэтому, вот, чтобы её задобрить. Мы сейчас её сладеньким, сладеньким. Ну ладно, пока пашут, я думаю, что можно в кломбочках покопаться. Вчера снимала, снимала. Ну, в общем, на самом деле, кто там был недоволен поперечным кадром, я не понимаю, почему они стучаются. Телефон я всегда держу горизонтально, чтобы для Ютуба снимать. Как он переворачивается, я понятия не имею. Поэтому переснимать не буду. Ну что, ну и сныть как встаёт. Ужас, ужас. Так, вот сейчас буду копаться вот в этой снытье, искать росточки. Росточки нормальных растений. Там на самом деле цветы посажены. Чуть-чуть бабуля вчера прополола, поближе к скамеечке пересадила. Там вот примулы. Дороникум жёлтенький зацветает. Ну, и так я соскучилась по весне. Господи, как соскучилась. Ой. Ой, классный трактор. Сейчас бабуля будет ругать, что парник не убрали. Говорит, двигайте, девки, парник. Там тоже будет пахать. А там такая дернина сырая. Я думаю, блин, он её сейчас перепашет. Мы её потом фиг раздербаним. Думаю, нет, пусть парник, наверное, остаётся пока. Потому что мы немножко подустали за эти денёчки сейчас. Поставили заборчик после трактора на место. Вот. Это старенький заборчик, который мы поправляли. Он падал. Вместо него будем потихоньку, как время освободиться, делать реечный. Реечный. У нас брусочки остались, а реечки маленькие я от себя буду возить. Посмотрите, какая красота. Прямо асфальт. Как будто всё закатали, и можно плясать. Вот. Мы очень рады. Прямо. Так ровненько, так хорошо. Ой. Делов, правда, много. Ну ладно. Пойдём дальше потихонечку. Копать будем. Ой. Будем надеяться, что яблоньки у нас тут перезимовали. Нету пока. Вот листики везде полезли. Ни одной почки пока живой нету. Ну ладно. Может, просто подсунули какие-то южные саженцы, они у нас минус 45 не пережили. Скорее всего, так дело было. Там вот вообще яблонька сломана на 30 сантиметров. Ну ладно. Ничего. Как бы заново. Всё заново. Тогда будем заказывать, заново сажать. Ой, красотища. Ну всё, в работу. Пацанята, бедняги. Что? Да. Приезжаю, а вы не балуетесь. Балуетесь. Бимку кабиняшите. Да. Бимка, он как недовольный весь. Кто его за бочок кусил, Бимку? Кто? Подрался с Бимкой? Ты подрался с Бимкой? На моих цветах. Прямо. Прямо в грядке. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну разве так можно? Вот покажите, где вы просачиваетесь? Я всё время не могу вас застукать за этим делом. Только отвернусь, оглянусь, вы стоите во дворе. Сетка не оттянута нигде. Верх не приподнят. Штакетины не отломаны. Что? Одни ребята знают, где у нас тут проход, да, ребята? Вы одни только знаете, да? Даже Бимка не в курсе. Ну я обошла весь забор, не нашла. Чушики маленькие. Ну всё, Айза спать уже ушла. Да она спать уже ушла. А вы балуетесь. Дядя вон ругается. Ой, господи. Ну всё, вернулась домой. Сейчас козу подаю и спатеньке лягу. Что-то устала. Хоть сегодня день был прохладней. Что-то мы как-то переработали немножечко. Переработали. Что, ребята, да, надо дом вам хороший найти, да? Хороший какой-нибудь дом, кто бы вам пузики бы чесал маленьким. Такие добрые собачата. Хорошие. Славные. Пузики дают чесать. Да? Ой, медалушки, ладно. Ребята, пойду, у меня коза ждёт. Да, ждёт коза, ребята. Ну только не балуйтесь. Вот бы мне бы дырку показали, где ходите. Да. Передавайте всем привет. Скажите. Может, кто-нибудь, скажи, увидит нас, красавчиков, да? Возьмёт к себе жить. Правда? Может, скажи, возьмёте нас кто-нибудь. Ну и всё. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Нас так серьёзно схолоднуло. Говорят, что с утра было у нас плюс шесть. Ой, если плюс шесть, значит, у меня плюс три. В общем, заморозки мне светят. Думаю, что светят. Так что ничего пока не высаживаю. Ладно, уже глазки закрываются, честно говоря, спатенькой. Так что... Ну всё, бабули вспахали. Всё у нас под контролем. Как-то так. В общем, немножко забегалось. Так что немного упорядочу мысли. Сниму что-нибудь ещё. Так что всем пока.